Здравствуйте! Если вам нужны новые поделки из пластиковых бутылок, то давайте вместе сделаем сегодня гусеницу. Вот такую яркую, красивую. Походу я буду комментировать, какие материалы у нас будут. Вот я взяла пол-литровые бутылки, абсолютно одинаковые по размеру. Это пол-литровые бутылки. И обрезала их на произвольном таком расстоянии. Это зависит от того, какой высоты вы хотите сделать вашу гусеницу. Теперь мы убираем эти этикетки. Они нам совершенно не нужны. И дальше я рассказываю подробно-подробно, как я все это делаю. Это у нас дырокул такой одиночный. Я делаю дырочки. Одна дырочка. И на небольшом расстоянии вторую дырочку на такой же высоте. Вот они, две дырочки у нас сделаны. Это у нас будет хвост. Такую же точно часть мы делаем для головы. Вот я делаю дырочки для головы. А это для середины. Я делаю две дырочки. А теперь смотрите, на противоположной стороне я делаю такие же точно две дырочки. Это будет у нас средняя часть. И вот четвертая бутылка, вернее четвертое дно, точно такое же, как и предыдущие. Две с одной стороны дырочки и две на противоположной стороне дырочки. Теперь берем часть для головы и ножницами, ну мне было удобно изнутри, чтобы не деформировать бутылку, ножницами я делаю еще дырочки для усиков. Итак, вот она задняя часть. У нас с одной стороны ничего, а с другой стороны две дырочки. Две средние, абсолютно одинаковые. Две дырочки с одной стороны, две дырочки с другой стороны. Ну, когда покрасится, вы все увидите. Здесь две дырочки и две дырочки для усиков. Цвета я выбрала красный, желтый, зеленый, синий. Вы можете выбрать совершенно другие, какие вам понравятся. Красить нужно изнутри, чтобы ваша гусеница снаружи выглядела более блестящей и красивой. Если одного слоя недостаточно, чтобы это было все ярко и красиво, нанесите два слоя немножко дольше, но зато будет очень и очень красиво. Итак, вы все это красите и оставляете сушиться. Когда все подсохло, я беру вот такие у нас здесь есть проволочки мохнатые и запаиваю с одной стороны горячим клеем. Вот одну и вторую, всего их нужно будет две. А вернее не две, всего их нужно будет четыре, но сейчас две. Итак, я в дырочки просовываю вот одну часть и прямо в усик ее. Видите, сзади у меня запаянная часть, поэтому она никуда дальше не пролезет, эта трубочка. Вернее, не трубочка, а мохнатая палочка. Загибаем усики. Очень сильно высокие рожки. А теперь мы сейчас их обрежем. Сделаем покороче, столько, сколько нам нужно. Еще для крафта у нас продаются такие очень интересные помпончики, разного размера. Вот я взяла самые маленькие. И мы на усики наденем вот такие вот рожки. И приукрасим их. Раз голова красная, я решила, то и рожки тоже на конце будут у меня красные. Изнутри добавим немножко клея, чтобы все это держалось хорошо и снаружи. Чтобы не двигались, не, чтобы не двигалась эта проволока. Все, все это, конечно, должно застыть. Так. Добавляем немножко клея, что-то меня там не устроило. Все, приклеиваем усики. Теперь займемся глазами. Приклеиваем глазки искусственные. Если таких у вас нет, то их можно легко сделать. Из белого картона, из белой бумаги, из чего угодно. Русский народ сообразительный. Из белого фоуминга. Нарисуйте черные точки фломастером. Теперь добавляем, красим такой маленький носик. И маленький-маленький ротик. Вот, улыбается она у нас. Теперь опять снова делаем дырочки. С одной стороны и с другой стороны. По одной дырочке. И так везде. Это будут у нас ножки. Опять такие же мохнатые проволочки. Я нахожу середину. Разрезаю их. Они очень легко режутся. И теперь просовываю в дырочки. И, наконец, их подклеиваю, чтобы они не двигались. И на кончик я кладу тоже шарики такие. Только теперь уже черненькие. Помпончики такие. Это вот будет завершение ног таких. Ну вот, в принципе, и все. Сделайте то же самое с другой стороны. И получится вот такая красивая у нас гусеница. Она даже так смешно умеет двигаться. К сожалению, я не показала здесь. Ну, тем не менее. Отличный проект. Здорово смотрится. Легко делается. А можно отнести в школу, в детский сад, куда угодно. Нравятся мои поделки из пластиковых бутылок? Приходите еще. Подписывайтесь. Дружите со мной на фейсбуке. Всего вам доброго.